Вот здесь вот пример. Есть функции тока и функции потока. Вы можете, так сказать, видеть, если да, все функции потока, то есть довольно гибкая, так сказать, система. Теперь, значит, одно из таких интересных применений было считывание кубита. То есть, если взять, например, потоковый кубит, подстыковать Андреевский интерферометр, то фаза между точками С и Д, которая, собственно, определяет осцилляцию калорийности через интерферометр, она связана просто с потоком, с энергетическим спектром кубита. И на осцилляциях просто видны особенности, когда в кубите циркулирующий ток переключается, скажем, из одной циркуляции в другую. И просто форма линии очень жестко связана со спектром, то есть можно ввести вот такую вот спектроскопию кубита. Вот это вот экспериментально реальный прибор. Вот Андреевский интерферометр под стыковом кубиту. И что получается, что получается, я не знаю, как там видно, вот это вот расчет, а это вот эксперимент, то есть очень четко связанная форма осцилляции и так далее, четко связанная с энергетическим спектром, который здесь виден. То есть даже вот эта вот особенность, которая здесь предметает, она четко зависит от чтения. То есть можно ввести вот так вот изменение основного состояния и можно отключать информацию о спектре кубита. Значит, дальше, следующий шаг. Можно ввести спектроскопию, просто если светить резонансно между двумя уровнями кубита, то что происходит? Ну, в общем случае, фаза, наводящаяся на Андреевском интерферомеде, связана с циркулирующим током. Есть метод циркулирующий ток, есть вот суперпозиция двух токов кубити. Вот, скажем, вот это вот ток в основном состоянии, ток в возбужденном состоянии. То есть если посчитать, что будет происходить, если вы светите свечой, то возникают какие-то резонансы. Возникают резонансы, то есть можно ввести спектроскопию. Дальше возникает вопрос, какие преимущества будут у этого дела, например, по сравнению с обычным сквидом. Но здесь есть целый список преимуществ. Если посмотреть, то в Андреевском интерферометре первое, что сигнал меряется так, что никогда не наводится напряжение между сверхпроводниками. То есть вы меряете ток текущий по этому кресту, скажем, вертикально, а вы чувствуете фазу, которая наводится в горизонтальной плоскости. Поэтому нету AC джазовсона, то есть при измерениях система не светит на тюбит, и нету, как говорится, дополнительной дефазировки, и не переходит система в нормальное состояние. При этом всегда возникают какие-то импульсы RF, которые могут, в общем-то, влиять на педузы. Потом есть целый список преимуществ. Ну, например, респонс, то есть время отклика характерного андреевского интерферомета. Что мы делаем? Если взять мерить сопротивление, вот оно вот так вот зависит от фазы, а если фаза теперь модулируется СВЧ, то есть просто вы садите, значит, петлю в, скажем, в резонатор, то получается фаза ассоциирует с чистокой СВЧ. И если вы теперь увеличиваете амплитуду СВЧ, то вы видите, что это получается веселевая функция. И весель работает только тогда, когда интерферометр успевает реагировать, он следует за фазой. Следует за фазой, то есть вот это вот условие, частота, это характерное время пролета между NS-интерфейсом и интерферометрометром, вот эта величина, в принципе, много больше единицы. То есть получается одиобычный отклик интерферометра СВЧ. И мы видели, да, и вот здесь прямо видно, как от мощности зависит форма осцилляции. Вот если теперь зафиксировать поток, то вот наверху вот видно, это почти беселевые функции, вот этот вот счет. И теперь мы можем нащупать, до каких пор этот самый агресский интерферометр реагирует вот так адиабатически. То есть фаза следует за СВЧ. Мы для интерферометра в 3 микрона получили 40 пикосекунд. Вот это вот время характерное. 3 микрона – это огромная величина, она была сделана по разным другим соображениям, вот расстоянием SNS. Вот его можно делать, если, скажем, 0,5, то в 36 раз будет длина пролета между NS-интерфейсами меньше, и поэтому это будет повезти редко физически 1 пикосекундно. То есть это вроде бы намного лучше, чем в СВЧ. Вот это одно из. Теперь еще такая вещь. Вот если у вас схема измерения с помощью сквиза, вот есть электроника, вот это чувствительное к магнитному потоку петля, что здесь получается? Если у вас на комнате есть, скажем, знаете, сервисовский шум, если здесь, скажем, шумный ток в этой петле, он обязательно будет шуметь и в измерительной петле. Просто по сохранению заряда и так далее. Что можно сделать? Если бы сделали вот так, то есть касание петли было бы в одной точке, то, в принципе, вот этот вот ток не навалил бы даже, если посмотреть, то эти две петли разрезаны, просто все перемены авторгональны, и вот этот вот ток здесь никак не будет влиять на эту петлю, не будет наводить шумовой ток в петле. Но здесь есть вот эта вот площадь, которая, по счету, если здесь есть клуба от сеток, то будет по взаимной индукции будет наводиться в этой петле поток шумовой. И это ограничивает, в принципе, все дело. В идеале нужно делать так, чтобы вот это была бифилиарная петля, бифилиарная петля, когда никакие шумы из измерительной системы никак не отражаются, никак не наводят токов в этой петле. Но это с помощью скидок, где-то невозможно. А с андеевским интерферометром это, в общем-то, мы делаем. То есть мерить, по счету, сопротивление вот этого вот куска, которое зависит от разности фаз здесь, и вы здесь полностью развязываете, развязываете электронику шумы, шумы токовые или какие угодно в вот этой схеме, они никак не влияют на это. Это не наводит никакого шумового потока в чувствительный поток в петле. Ну вот это вот то, что мы сделали. Здесь список есть всяких усовершенствований вот этого, значит, считывателя Андреевского. Одно из которых есть, мы сделали вот эту вот часть из полуметалла. Полуметалл, у него первая поверхность намного меньше, чем в хорошем металле. И по законам сохранения энергии импульса в металл, вот если есть граница, из полуметалла в хороший металл, попадает только очень маленькая группа электронов, которые, ну, по существу, это некий петачок здесь и здесь. Только эти электроны попадают слева направо, потому что, чтобы попасть сюда, электронам нужно иметь вот такой вот импульм большой параллельной поверхности. А таких импульсов слева нет, поэтому электроны не попадают. И это тоже ограничивает влияние вот этого вот Андреевского интерферометра на сверхпроводник. А одна из, в общем-то, главных причин обратного действия шума – это найквистовский шум в этой нормальной петле. Ну и с этим есть способы бороться. Во-первых, вот это вот надо делать, ну, в идеале сделать из графина. Из графина сделать Андреевский интерферометр. И даже вот тогда может быть управляемым полем. Вы можете просто включать-отключать. Это идеальная система. Когда вы летау делаете, вы включаете, значит, снимаете напряжение, он включен. То есть здесь есть, по-билетам англичанин, feel room for improvement. Так что это я, вот, Леня, ты говоришь по-английски, я стараюсь иногда английские слова. Молодец. Можно прийти по-английски. Графин. Графин, это тоже. Парклусский графин совсем другой. Графин. Да. Графин по-английски, по-английски графин. Да, уже все пошло. Вот это вот уже интерферометр такой вот продвинутый. То есть здесь вот этот вот сложенный бифилярный крест. То есть нету... То есть все исключенные влияния. Сам крест сделан из судьбы. Алюминиевый, этот самый, алюминиевый кубик и все остальное. Вот это вот, собственно, схема измерительная. Но она, так сказать, уже отработанная многим людьми. Мы просто, так сказать, наиболее надежно повторили. Вот, и здесь вообще ничего не видно, но... Да, почему? Что? Плохо видно. Вот, здесь, в принципе, очень красивые идут осцилляции при измерении кубита. И фаза, фаза скачком меняется в точке деджейнер-сип-поинт, то есть в точке вырождения кубита. Вдали от кубита осцилляции вот такие вот просто периодически симметичные. А в точке вырождения мы видим скачок, который соответствует вот этой вот осцилляции идет. Это, скажем, по-часовой стрелке циркуляция вот этого вот, против часовой стрелки. И между ними происходят переходы. Причем они, ну здесь вообще ничего не понять, они происходят в реальном времени. То есть система сидит, скажем, в одной циркуляции, потом она может скачать... То есть здесь вот эта вот кривая, вот эта кривая соответствует разным циркуляциям тока кубита. И мы видим в реальном времени переходы, переходы между циркуляциями. И человек, поскольку у меня точно закончили, что там... Сколько минут осталось? Пять. Замечательно. То есть есть переходы во времени, и если зафиксировать поток, то мы видим переключения вот такие телеграфные между циркуляциями тока в кубите. На самом деле природа этих осцилляций на сегодня еще не поняли до конца. Есть несколько механизмов, потому что статистика вот этих вот переходов и так далее, она говорит о том, что здесь могут быть, например, такие эффекты. Наш кубит находится по существу под накачкой, потому что даже из артимеаторов там светит любимый вами этот самый шум тепловой. То есть и происходит вот просто... Просто кубит находится под сильной такой накачкой. И что интересно, вот эти вот осцилляции очень подозрительно напоминают осцилляции даже время, колоссальные времена, это секунды, напоминает переключение в реальных, одиночных ионах, охлажденных ионах под радио-нано-качкой. Но я даже это для публики назвал подобие между реальными атомами и кубитами. Но на самом деле я повторяю, что здесь механизм вот этих вот переключений еще не до конца есть. Теперь вот кратко пробегу, какие были у нас приложения этого дела. Значит, одно из приложений было такое. Вот мы знаем, что конденсат внутрь ферромагнитика проникает буквально на очень малые расстояния, просто по разным причинам. Мы знаем, потому что обычные куперовские пары, как говорится, разрушаются на ферромагнитной стороне, просто потому что импульсы у каждой пары, у каждого электрона в паре получается существенно разные, пара приобретает гигантский импульс. И это ведет к ассоциации волновой функции и затуханиям на очень малых расстояниях. Но если вот сюда вот вставить неоднородный ферромагнитик, иногда его называют спин-сплита, который по существу нарушает законы сохранения спина. Если в однородном случае спин электрона сохраняется в переходе в ферромагнитик, то в этом случае получаются разные возможные комбинации сохранения спины. И здесь в том числе есть хорошие комбинации, когда вот, например, вот этот вот спин с этим делом составляет просто три клетки, которые живучим оказываются, и у него некоторые хитрые свойства, он получается несидиметричным во времени и так далее. И оказалось, что это можно проверить с помощью андреевского интерферометра. Просто вот эту нормальную часть интерферометра мы сделали из Гольми, который очень неоднородный в ферромагнитику, у которого такая вот андреевского интерферометра спиральная. Вот. И что здесь мы искали? Если есть фазовая связь между NS-интерфейсами, и если вы поток создаете через петли, вы ожидаете осцилляции с ровного потока, марш на дворе, что мы, собственно, и любили. И это потом было подтверждено прямыми измерениями сверхтока химической командой. То есть, ну, это было первое проявление когерентности, вот такой сверхпроводящей когерентности в феромагнетиках неоднородных. Потом у нас возникла целая большая деятельность по сверхпроводимости в наномагнитах, мезомагнитах. Идея очень простая. Если взять ферромагнитик макроскопически, он развивается на домены. Значит, если вы возьмете примерно 10 нанометров ферромагнитик, из-за того, что обмена и взаимодействие очень хорошо действующие, близко находящиеся спины могут быть ориентированы только в одном направлении. То есть, порядка 10 нанометров частица ферромагнитная ведет себя так, как гигантский спин. А промежуточное значение, где-то от 1 микрона до 10 нанометров, это называется мезоскопический режим. Он интересен тем, что структура новогнищенности зависит от формы образца. Просто потому, что в этом режиме дипольное взаимодействие между спинами и обменное, они одного порядка. И если дипольное взаимодействие старается спины повернуть в противоположную сторону, а экшенч параллельный, то, например, может возникнуть такая ситуация, как с лихтем, когда вы имеете диск, и у него намагниченность вот такая вот спиральная, то есть далеко расположенные спины антипараллельны. И все хорошо с точки зрения этой самой диполь-дипольной взаимодействия. А когда спины приходят к центру, здесь они близко, и это невыгодно с точки зрения обмена. И решение они берут и поворачиваются параллельно, но перпендикулярно диску. Это называется битр. И вот Миша Каленков и Андрей посчитали проникновение триплетов в такую систему. Кстати, это интересный месоскопический режим. Чем интересен? Потому что руками можете наноинжинировать магнитную структуру. И там есть масса всяких продолжений в электронике, в скентронике и так далее. Так вот, что мы сделали? Андреевский интерферометр, вот это вот стиля сверховодящий. Здесь вот эта вот нормальная часть, сделанная из диска. Диск феромагнитный, который мы знаем, что он фермеризор к фермеризору к структуре вихря. И мы увидели осцилляцию. Вот это вот еще одно из применений этого самого аналитического гидроферона. Дальше, вот интересная вещь. Всем хорошо известно, что есть ферромагнитный эффект визости. То есть ферромагнитик убивает сверховодимость на S стороне. Вот я, насколько понял, вчера у вас с ребятами разговаривал, они делают, Леня, ваши эти самые SIN, по сути, вы хром напуляете. То есть, собственно, и есть вещеревой ферромагнитик возникает. Так вот, мы сделали вот еще вещеревой ферромагнитик. И мы меряем щели и так далее, и так далее. Но что-то самое интересное, что вот это вот сопротивление вот этой вот части получается очень чувствительно к фазе, к потоку через вот этот вот, через пикную андрейского интерферомета. То есть, это андрейский интерферометр с ГЭПЛИС-сверховодником. И здесь получаются гигантские эффекты. Слева это вот видно просто двумерная структура, картинка. Вот это темное, это сверхводящее состояние. Вот эта щель зависит от магнитного потока. Вот так вот. То есть, здесь есть перспективы. Вот мы сейчас над этим работаем сделать очень эффективный андреевский интерферометр со стопроцентной модуляцией проводимости на базе щелевого сверхводника. И там возникает еще масса интересных вещей, которые мы обсудим, поскольку у вас, ребята, меряют, как САИ реагирует, если вы светите, значит, терагерцем, да, вот, и там есть низширки из теории, то здесь вот мы видим, что вот этот вот ферромагнетик подавляет сверхпроводимость на С-стороне из-за, значит, инжекции спина. Поэтому у вас, может быть, подавляет эффекты тоже вот такого типа быть. И поэтому, может быть, используется теория. Мы вот это будем обсудить. И вот, что... Так. Упалял. Он что-то выскочил вообще по-моему. Да. Тут возникла какая-то... Вы флешкой, как говорили, поводите в нитку, и вниз просто опуститесь на следующий слайд. А, так. Вы сейчас стоите на 22-м, на 23-й слева. Топните, а он у нас опустится. Вот так. Так. Ну, я здесь хотел бы рассказать про целую деятельность, которая примыкает вот к этой деятельности, но развивается независимо. Это Андреевские интерферометры в градиенте температуры. Просто если вы помещаете интерферометр между двумя резервуарами, и один греете, другой холодный, то возникают всякие чудеса с фазой этого самого осцилляции в Андреевском интерферометре. И вот то, что было предсказано Волковым, если вы меряете напряжение между вот этим резервам и сверхпроводником, то получается термо-эдс на 4-5 порядков больше, чем классическая термо-эдс. И она связана с тем, что вот здесь вот, на вот этих интерфейсах, есть большая неравновесность. И неравновесная функция распределения, как мы знаем, она имеет симметричную часть, которая задавливает щель, и несимметричная, которая ответственна за разбаланс ветвей. И эта часть приводит к напряжениям гигантским и токам. То есть, возможно, здесь, вот сейчас мы начали контачить с Волковым, и Миша, и Андрей, вот мы будем это дело обсуждать. Возможно, и вот этот штрих тоже может быть связан с не классическими термо-электрическими эффекторами, а вот этими новыми, где перед термо-эдс отсутствует малый множитель КТ делит на энергиофед. Вот. И, ну, дальше вот это расскажет все Катя. Вот. И на этом я кончаю. Ну, что ж, спасибо. Один маленький вопрос я все-таки должен позволить задать. Прошу. Если вы можете найти, я вам. Преимущество, Андрея, сфинкоперонами, это по сравнению со сквидами. Ну, вот мы так подумываем, чтобы их развить и использовать как редаут. Но вопрос о чем у сообщества не используют, не ухватываются за них, и не заменят сквиды на такие редауты. Ну, во-первых, я должен ответить, не знаю. Честно. Просто когда дело какое-то простое, как говорится, Андрей и Костя, значит, ощупили этот самый графин, вот, сразу, так сказать, вся толпа, 80% впечатлений физического сообщества бросилась туда, и у меня объяснение это, что у них просто кризис жанра. Просто они мерили там рутинные измерения, а теперь каждый взял кусок графина в свою оптическую систему, рентгенщики в рентген и так далее. Здесь дела связаны с технологией и так далее. То есть, наверное, есть больше трений, как говорится, просто в это дело влезать. Ну, вот такой ответ. Не знаю. Потому что, ну, для нас это, в общем-то, и как-то поспокойнее жить. Сейчас вот когда мы с вами это дело, как говорится, доведем до полного ума, тогда вот люди не хватает для популяризации статьи по сравнению Андреевских интерферометров и сквидов, показывающих, что Андреевские интерферометры действительно лучше. И по каким параметрам лучше? Надо бы ее сделать. Да, совершенно верно, совершенно верно. Здесь это чисто, как говорится, мои личностные, как говорится, я как-то вообще говоря, никогда на общественное мнение и особого внимания не имею. Это правильно, и мы так же делаем. Вот, вот. Противоположность Андреевским, который вообще говоря, вообще шоу. И он без этого, как говорится, жить не может. И вот получается, что в нашем веке вот он настоящий физик 21. Он продуктивный, казалось бы. Он физик 21. Насчет продуктивности. Вопрос, собственно, у меня такой. Вот по переключению кубита, которые вы не можете различить, что из-за чего там происходит, это вроде все несложно. Во-первых, можно посчитать, а во-вторых, зависимости от температуры снять, там будет видно вклад тепловых шутов. Совершенно верно. Все сделано. Это совершенно не классический эффект. Все это сделано. Тогда хотелось бы, чтобы подробнее, может быть, потом бы сказали. Да, здесь нужны просто, я бы сказал так, что у меня были дебаты с Назаровым, с Авериным, значит, в течение многих, как говорится, месяцев вязали. Вот. И здесь просто нужны дополнительные эксперименты. Технические. Там вот мы сейчас над этим работаем, потому что это надо ввязать, значит, на веке, вверх, вверх и погружение, и так далее. Там менять систему фильтрации, и все такое. То есть это дело просто технически нужно. Новый криостат у нас есть, который мы сейчас оснащаем. Сергей Витальевич, ну, твой вопрос. А, да, можно, да? А мне интересует, вот и динамический диапазон, какой у Андреевского реталута, то есть в смысле и линейность, потому что это для линейного баллона, скажем, это важная вещь. Просто если там состоит спида, там, ноль или единица, это как бы в детали один вопрос, а вот и линейность, она для геофизики, ну, это немедленность. Вообще говоря, вот такие вещи, это, может быть, то есть формы мерили. То есть не хотелось бы, конечно, чтобы это было, но это вот как бы очень важно. Без этого вообще рассматривали, как реталут, ну, нет, дело в том, что здесь... Мне кажется, ответ такой, как обычно, обратную связь делаем, работаем. Нет, это правильный вопрос, и ответ такой, чтобы просто, понимаете, вот Леня, например, очень четко было давление насчет измерения шумов и так далее. Я PHD на этом не сделал, чтобы у нас там. Поэтому нужно мерить. Это вот качество. Это вот качество. Это сразу наоборот. Здесь еще такое. У нас просто рабсилы не хватало, потому что рабсилы не хватало. Так вы давайте использовать нашу рабсилу. Так я по этому, вот я тебе бросился. Во-первых, Леня инвестировал вот это. Хотел сказать, что у нас делаешь на эту пенсию. Леня был всегда большой энтузиазм. По поискам вот причин вот этого дела мы начали не... Ну и дальше постепенно мы включаем... Коллеги, давайте поблагодарим Ранчёвам за инвестивный доклад. Пришлось ограничивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова за инвестивный доклад.